Трагический случай произошел прошлой ночью в Абакане. На объездной города насмерть сбили молодую женщину. Это случилось на кольцевой развязке у вагон Маша в половине 12 ночи. 35-летняя женщина шла по проезжей части в кромешной темноте. На этом участке отсутствует уличное освещение и разлететь человека на дороге практически невозможно. Погибшая 35-летняя жительница Абакана оказалась под колесами Тойоты Харьер. Травмы, которые получила женщина, очень серьезные. Пострадавшая скончалась еще до приезда скорой помощи. В Ширинском районе в лобовом столкновении погибли водитель и двое пассажиров. По сообщению ГИБДД, авария произошла накануне на седьмом километре трассы Ширана-Васелова. Водитель ВАЗы, житель села Джерим, выехал на встречную полосу и столкнулся с Волгой. В результате ДТП погиб 41-летний виновник аварии и его 32-летняя попутчица. Известно, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Смертельную травму получила и пассажирка Волги. 61-летняя женщина скончалась в больнице. В причинах трагического ДТП еще предстоит разобраться. Свидетель утверждает, что водитель ВАЗа резко вывернул руль влево прямо перед Волгой. Несколькими часами позже в Абакане водитель не уступил дорогу карете скорой помощи. Это произошло в районе дома номер 29 по улице Щетинкина. Со слов шофера, скорой помощи у него были включены проблесковые маячки и сирена. Однако водитель легковушки его все равно не пропустил, как того требуют правила. В итоге пострадала пассажирка ВАЗа, 20-летняя девушка. Минувшие выходные произошли два шокирующих случая гибели детей. В Хакасии и Красноярском крае мальчик и девочка утонули в септиках. По сообщению следкома, в Истебаканском районе в очистном сооружении нашли тело 7-летнего ребенка. Мальчик ушел гулять. Через какое-то время родители стали его искать и обнаружили мертвым в соседском септике. Люд был немного приоткрыт. При осмотре тела, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. А спустя два дня подобный случай произошел в Канске. Там 8-летняя девочка также отпросилась у родителей на прогулку, но в нужное время домой не пришла. Тело ребенка обнаружил хозяин частного дома в приоткрытом септике. Следственный комитет в очередной раз призывает взрослых быть бдительнее и не оставлять без присмотра детей.